Девушки отдыхают Врагом же взят уже ни разу не было Сейчас от него осталось только 7 башен Ну как видите, то где участки стен, кое где облывшие рвы Но и на тех площадях, которые сохранились Воинские традиции нашего города Последствия прошли Коломенцы продолжают изучать такие воинские дисциплины Как историческое фельдование русских рукопашных войск Изучают философию мировоззрения Древней Руси В общем все то, что будет Такое емкое понятие, как Русская воинская русская Вот и сегодня мы рады провести вас По стенам башен в Камля Посетить с вами оружейную комнату Как говорится, прообщить к кратным традициям наших далеких войн И в пресках Говорится не оставляй Второе, Кремль боевой Коим на столетии являлся Все в нем сделано В степени готовят к Кремле Кремле за столетия Вытекут раньше Касательно темы боевого Кремля Стены его достаточно толстые Мы сейчас с вами спустились в нижний ярус грановитой башни Правда ниже под вами еще находятся подвалы, подземные склады, световые камеры, но то Кремль с каменной А первое упоминание о Коломне Это упоминание о городе в Коле Она одна из первых встречала Возле Кочевников, которые изначально шли разорять Владимиру Судовскую Позже Московскую Русь И наш город в рамку давал достойнейший отпор Но бывало и так, что в лихие годы И превосходящие силы противника Город наш все-таки сжигали И вот пометует этот печальный опыт штурмов Фасад сожжения на Коломне уже в 16 веке Указом царя Московского Василия Третьего Наказано было строить город Каменный И буквально за 6 лет С 1525 по 1531 годы Встала эта мощная каменная твердыня Которая изначально насчитывала 14 башен Плюс трое мощных проездных ворот Усильных железными решетками, герцами Подъемными на цепях мостами Ведь город окружали реки и рвы наполнены водой Высота же стен в некоторых точках достигала аж 22 метра Естественно башни были еще намного выше Ведь сейчас по большому счету великолепный секрет Что победная шепина на экранах нашего кинематографа Спор в зале страны и высочек Их отворучить Кичана, Брюсле, Чак Норриса Ижи с ними Которые там с критиками гея Разбрасывают во все стороны кучу разбойников Так сказать мир от врага спасают Истинный боевой дух Вот она та реальная культура опять же боевая Которая мимо учится И я стал бы самым отменным бойцом Профессиональным бойцом Куда она денется-то сермяжная Сарафановая, крестьянская лапа Куда-то постепенно уходит Не можете родиться на этой несчастной русской земле Такого чтобы славные традиции наших далеких воинов-предков Захватчиков шведов, захватчиков германцев Которые регулярно приходили на нашу землю всегда это все Ну и не иметь оружия в русском доме, в прошлом было равносильно подписать себе смертельный приговор. Поэтому хоть в каждой русской семье, в каждой русской семье хоть какие-то виды вооружения навсегда бытовали. Потому что нам приходилось драться и с тяжело оснащенной, его сейчас называем, конической формой. Насчет вот этой куполовидной формы, ударя приходящую сверху, позволяло пустить как бы в сторону, ну как бы обтечь голову. Потому что сильная контузия на голову владельца такого шлема как бы не падала. Лицо закрывала либо вот такая носовая стрелка на носник, которая неплохо берегла от поперечных секущих ударов. Либо же вот такая более мощная маска личина, которая специально выполнялась холодной, безразличной, чтобы еще во время бой на противника оказать морально-психологическое действие. Шея закрывала защитная сетка барбинца. Здесь используется текст висающей железной ткани и не очень тяжелый, не очень мощный удар, а неплохо она тормозила. В поле плотной защиты являлась вот такая чешуйчатая барбинца, которая лучше хранила голову от удара, но естественно тяжелый был. Шлем никогда не одевался на голову игру. Нас порой спрашивают, когда мы выезжаем на ратные поля России, в турнировых участия, принимаем съемку в кинофильмах, зрители порой подходят или там просто мимо проходившие спрашивают, а что у вас такие шлемы громоздкие на головах-то? Фильмах посмотришь, они такие аккуратненькие, прям по самой игрой этой шлема, которая неплохо берегла голову от контузии. А сверху одевался непосредственно сам шелом. Опять же, внутри пустотелом не был, внутри шла подвесная система, либо вот такая прогладка, которая также амортизировала удар. И непосредственно уже сам, в которой внутрь вставлялся либо конский волос, либо пакляк. И эта рубаха также неплохо берегла тело от гематома, синяков, а кости от перелова. Сверху одевался доспех. Ну, так вот сложилось, что на Руси большую популярность в прошлом приобрел такой вид защитного доспеха, защитной брони, как кольчуга. Вот как видели на нашем воине, или здесь вот они, про диспозицию. Подобная кольчуга весит 10-12 килограмм, но ее изготовление пошло около 600 метров проволоки. А вот чтобы представить, что стоило нашему древнерусскому мастеру, чтобы изготовить все железные рубахи, я немножко вкратце расскажу. Нам сейчас, когда нужна проволока необходимого диаметра, мы выходим на какие-то сайты, созваниваемся, заводами, заказываем, приезжаем, забираем заказ. Вот вам, пожалуйста, готовый продукт, практически готовый. Раньше, чтобы сделать проволоку подобной нужной тебе толщины, приходилось добыть руду, из нее выплавить металл, руду эту рисковать в длинный металлический пруд. После чего два мастера, один из них садился на специальные деревянные качели напротив дубовой доски, в которые было вставлено множество металлических глазков. Второй мастер клещами засовывал в горд проволоку этот пруд раскованный, после чего засовывал в один из этих глазков ее. С другой стороны ремесленный хватался этими клещами и ногами, отталкиваясь на этих качелях, этот пруд протягивал. И так через каждое отверстие, а их было не меньше 30, получали проволоку нужную, длинная такая пружина. И насекали на кольцах. В каждом кольце, в каждом кольце, в каждом кольце кольца водилось и заранее заготовленной заклепкой в общей ткани полотна, все это дело заклепывалось. Кстати, сами мы эти кольчуги делаем, очень непросто вот так вот удержать, правильно кольца свести, не перепутать в момент изготовления вот этого всего образца. Не дай Бог, другое кольцо проденешь, и придется откусывать и заново переделать. И так примерно 25 тысяч 30 раз. Вот представьте трудозатраты по изготовлению такой железной рубаники. Тем не менее, на Руси она получила популярность, многие воины кольчуги носили, и она неплохо тело берегла от секущих ударов противников. Но мощный рубящий удар, приходящий с их тела, мощный колющий удар, кольчугу пропарывали. Но дело в том, что русский воин в бою петь в нем не стоял, постоянное движение в уходе, в обкате. И если человек не лечен доспехом, оружие цепляется за одежду и режет человеческую плоть. Попадая по кольчуге, она просто как по рыбе чешуе соскальзывала. Современное понятие мальчишки до сих пор в двора кричат, попал в скользячку, в скользячку не считается. Вот как раз пришло именно оттуда. Когда оружие просто пускали вскользь, оно скользило и уходило мимо воина. Но имело смысл на себя таскать такую броню, 10-12 килограммов лишнего веса, где она прочитывала в русских регулярных полках, аж до 17-го конца 17-го века. И только при Петре I была официально отменена. Так что, ждать неплохая защита была. Воин коник, у которого движение ограничено по садке в бою, порой предпочитал носить вот такой панцирь. А воины конных полков, конных гружин, порой носили такие доспехи. Некоторые одевали и кольчугу, и такой панцирь весь раз. Руки закрывали защиту перчаток, которые берегли кисть при ударе. То есть, перчатка была сделана достаточно удобно, и в момент боя не стесняла движения кистью. И также неплохо берегла руку от рубящего удара противника. Выше руку прикрывали защитные поручи. На лостойке они назывались бутерлыки, которые руку закрывали от кисти и до локтя. И некоторые мощные из толстой стали, сделанные бутерлыки такого плана, даже заменяли щит. То есть, воин в момент боя подставлял вот эти наруча под рулющий удар. И руки оставлялись целыми, а удар врага парировал. На ноги одевались налягоньки, наколенники, поныжи. Некоторые воины носили еще железные сапоги, саботоны, как у того рыцаря можете увидеть. На этом доспехе воины умудрались и бегать, и прыгать, и на коня заскакивать, и даже по необходимости плавать. Если сборить битвы на Неве, там есть такое упоминание, что Гаврила Алексеевич, одного из лучших воинов Александра Невского, во время боя скинули со шведского шнека в воду вместе с конем. Он умудрился выбрать по скользкому борту, забраться обратно на корабль, зарубить там силохранителя, зарубить самого бискупа и дальше продолжить битву. Вот, пожалуйста, пример, когда там полная амуниция, сброи, как раньше называли, и плавали, и сражались. Но, естественно, оружие было подстать русским воинам. Воин с датой мог, в принципе, позволить себе любые виды оружия. Чуть похуже, чуть получше, но хотел топор, получал топор. Хотел чекан, меч, пожалуйста. А что делать простому крестьянину? Лишних денег нет, он лишний раз потратится раут купить там на плуг, либо инструмент какой-нибудь ремесленный. На войну тоже ходить приходило. Тогда он порой шел в лес, срезался такой вот палец убуевый, и уже ей громил противник и на полях сражений древности. Ну, если сказки читали, вспомните, как там, махнул направо к улице, обмахнул налево переулочек. Это как дубиночку остык пуд. Ну, сто не сто, а клапуды в этой палеце едет. Если верить в картине Васильцова, то любимое оружие нашего другого былиного героя Леди Мурмца была булава. Ну, картину Торбактаря все видели, да? Когда Ирюша сидит на коне, в степь взираются, в руки такой предмет свисает. Правда, там булавушка, конечно, побольше, он же русский видит. Конкретно эта цельнокованная булава весит 5 килограмм. Была весьма удачным видом оружия в тесном бою. Где негде развернуться длинным копьем, большим мечом. А булавой был очень удобно носить короткий, мощно акцентированный удар во все стороны. И удары в такой булавушке можно было врага вывести из строя надолго. Кстати, в нашем русском языке по сих пор используется множество слов, фраз, эпитетов, которые мы знаем, слышим. А вот на смысл мы порой не задумываемся, эта предыстория весьма интересная. Вот есть такое образное предупреждение. Не лезь на рожон, слышим? Или более грубо говоря, какого рожона тебе надо. А что такое рожон, знаете? Я вам поясню. Рожном раньше назывался наконечник у копья. Само древко называлось либо оскепище, либо ротовище. Наконечник назывался рожном. И сразу становится понятно, куда лучше не лезет. Ну, по крайней мере, наши предки точно знают. Есть и другое выражение, тоже к нам с поля боя пришло. Но сейчас почему-то больше любят его использовать женщины и девушки. Они так некому порой чувству, порой восклицают. Ах, ты ошеломил меня своими словами, ты ошеломил меня своими действиями. А давайте вдумаемся в смысл этой фразы. Ведь в прошлом, когда в бою вот такой булавушкой, то пришел ему на главе воина, когда в ушах зон в глазах рыска и назывался ошеломить врага. То есть оглушить, вывести из строя. Зачастую навсегда. Чуть позже, когда на Русь стали приходить воины русских готовые мощные доспехи лата, мы специально здесь среди русских защитных комплексов поясил лата воина германца конца 15 века. Но издалека так посмотреть, ну, терминатор конячий, да? Попробуй, прорвоми таки булавой, выковырю, а то дрессорик подал. Нелегко. А вот это оружие действительно справлялось великолепно. На Руси называлось пернач. Иное название шестопер. Здесь каждый из шести перьев заточен как маленький топорик. Опять же, видите, со всех сторон острые края, углы, ребра. И в момент удара по доспеху противника, доспех просекался, а потом уже ударно-дробящее действие оказывался на хозяина вот такового железного комплекса. Позже булавая шестопер стала обшиваться богатой материей, упрощаться жемчугами, рубинами. Рукоязнь зачастую выполнялась из рыбьего зуба, как раньше моржовый плык назывался. И они стали символом царской и княжеской власти. А вот предмет, который на Руси никогда не был символом власти, а скорее наоборот являлся ценоем разбоя, назывался кистей. И тут про него сказано, с кистей днем на большую дорогу, в темной ночке до подполой. Вообще страшное оружие в руках опытного воина. Ведь действие стоит на принципах и знаниях законной физики, а при двойном вращении угловые скорости умножались, и энергия, которая выделялась на артекирке весом почти 400 грамм, сопоставима с энергии снарядов, улетающих из раннего гнестрельного оружия. Поэтому при точном сильном метком попадании ни шлем, ни щит не выдерживали. Они либо раскалывались, либо выминались. К тому же в бою воину щитом прикрытности нельзя этого щит было попадать. За счет гибкой связи можно было обогнуть препятствия и ударить в силу, тем самым разрушив позвоночный стол, проломив в затылок. В бою можно было блокировать оружие врага, захватить, вырвать из рук. Ударить под колено, обратив противника на землю. В конце концов, при необходимости просто его придушить. За что любили разбойники на Руси? Ну, наверное, за свою скрепность незаметно. Если меч саблю на бедре видно, бердыш такой, стрелецкий, палецу богатырскую тем более. А здесь аккуратненько сложил, брал в руках, либо спрятал под полу плаща. Поближе подкрался, безожидно выхватил и с криком сорей на кичку грабить купееческий караван. На Руси, где умели давать яркий образ знамена, носил еще одно прозвище. Назывался Гасил. Бум такой геркой, и жизнь человеческая погасла. Ну, а первым оружием во все века у всех народов, естественно, был меньше. Если внимательно посмотреть на клинковое оружие народного создавшего, в принципе, можно сразу составить мнение о душе этого народа, или, как сейчас модно говорить, о его менталитете. Вот возьмем восточные клинки. Одни так и верят коварством, хищностью Древнего Востока. Тонкие плавные зубы и хищные линии, как у турецких китаганов, персидских сабельки-лижий. Тонкая иллюзорная заточка, как у японских катан. И в то же время богатая зубкрашенная рукоять. Тонкая резьба на перекрестии. Ну, а Квердов отметил один известный всем киногерой. Восток дело тонкое. Либо западный европейский меч, рыцарский. Такой мощный дворучник, отменно кованый, на лезвии гордо надпись на латыни. Ну, к примеру, «desperatum noma», переводится как «оставь надежду». Запрос ладить всем миром, как минимум. Они позже такие же помпезные танки и самолеты делали. И вот русский меч, конца XIII-го, начала XIV-го веков. Меч о полторой руке. Прямой, как правда, неизгибаемый, как русская в воле. Он достаточно длинный, чтобы в конном бою касать врага через голову вошли, но длинный урон на столько, чтобы в пешем бою биться, не цепляясь им за землю. Он достаточно легкий, чтобы, взяв одну руку, отбивать легкие сами на тратки воинов-кочевников, и в то же время достаточно тяжелый для того, чтобы, приложив вторую руку, пролавать сплошный рыцарский лад и останавливать тот же дворучный меч в воины-рыцарях. А меч – это правая рука в воинную бою. Но если ломался, он либо терялся, то жизнь у воина терялась. Недаром в рука те вкладывали мощи святых в ценные реликвии. В воины-рыцарях в своих крестовых походах молились на этот некий силу креста, опрося Деву Марии Иисуса даровать победу, жизнь в бою воинную сохранить. Мечам давали имена. В известном арабском пророке пленок назывался Зюльфакер. У короля Артура какой как меч назывался? Экскалибур. Правильно, Экскалибур. Роланд, обращаясь к своему любимцу, уговаривал, у Деринда ему верный меч прекрасный, святыни однако без заключена. Викинги давали такие образные понятия, как кусать, рождать в долг. Ну а наши русские были наскольчном мече. Помните прозвание? Кладенец. Кладенец. Хлад для русской души, хлад для русского человека. Но меч – это оружие идеальное. И по большому счету мирного применения ему никогда не было. Да, порой бывало в русских сказках жены, конечно, ругались на своих мужей-витязей из боя вернувшихся. Что ж мне такой мечный-черпленный принес, чем в первом дворе мучину щипать будут? Но то больше прискости. Реалии совсем иные. Но если присмотреться, а еще было бы неплохо и призадуматься, то ни меч, ни сабля, ни бердыш, ни хороший, ни плохий. Все зависит от категории мышления владельца, и кто и с какой целью это оружие использует. А истинный воин воевать не любит. Он просто хорошо это делает. И наши далекие предки знали и понимали, когда имеет смысл меч оставить и храниться в ножнах, а когда и с какой целью из этих ножен его изъять. Ведь, как говорил наш думочный князь-полководец Александр Невский, нам чужого не надо. Но кто с мечом к нам войдет, тот отмечает погибнуть. На чем стояла, на том стоять будет русская земля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они, в принципе, все разные, для разных... Войны в доспехах не защищены, но широкая кровавая рана стреляют. Вот это для дальней стрельбы, вот это для пробивания кольчуг, конкретно проникают сквозь кольца. Это бронебойная, для колки, вот таких платежных доспехов. На разных целях разные количества. Ну и разная форма древка, соответственно. Да. Также наличие перьев 2, 3, 4 тоже зависит от того количества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта женщина выжила в условиях действительно тяжелых. Ее жизнь в России, ну никак нельзя назвать. Ни хорошей, ни вольной, ни какой-то сладкой. Представляете, да? Что такое? Холод, голод, грязь вокруг это твое время. Погибли и оба ее мужа, оба Лжедмитрия I и II, и сына ее малолетней, которую он тоже на трон пыталась посадить. Они не принесет под конец ее жизни людей, которые считали, что действительно так и было, было все-таки большинство. А здесь в Коломне свои истории рассказывали. Рассказывали, как городом она правила, пусть недолго, пусть всего год, но тем не менее это запомнили тоже здесь надолго. И запомнили совершенно четко то, как Маринка, поняв, что дальше ей здесь оставаться небезопасно, решила отсюда переехать, перед этим отдав приказ город разграбить и сжечь, таким образом ответив на коломельское гостеприимство. Поэтому, может быть, неспроста все эти слухи идут о том, что под конец своей жизни она чуть и в том самом городе, где сторонников ей крайне трудно найти, потому что все прекрасно знают, кто она такая. Я здесь. Парни круглые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин